здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня тот случай когда в гостях с одной стороны великолепный творческий человек певица актриса наставник человек который известен ну по каким проектами расскажу чуть позже она сама расскажет во вторых это просто ну что такое одногруппник человек с которым ты учился вместе это больше чем друг или подруга ирина епифанова у нас сегодня студии здравствуй ира здравствуйте николай очень рада она будет называешь это редкий случай когда мы можем говорить на ты и безусловно хочу сказать что и ирина относятся не просто тут я сразу тот случай когда я могу даже за тебя что-то сказать она безумно профессионально относится к своему творчеству и она никогда не будет петь если она не готова или что то и не нравится то есть и же разные варианты сразу же вопрос неожиданный для разгона вот мы же сегодня видим разных людей которые поют но слово петь песня что-то издавать голосом как я говорю своим студентам руки есть ноги есть голова есть а голос это то чего нет это мышцы да то что мы делаем из себя вот скажи пожалуйста почему и скал складывается такое ощущение что петь стали чуть потише и чуть глубже то есть чуть выше чуть начни выговаривая слов это так надо или пусть растут все цветы музыкальные но вот у меня будет тогда встречный вопрос а какую культуру ты имеешь в виду вот если мы касаемся масс массовой культуры то петь может любой человек ромасскими скажи любой если мы касаемся все-таки классики да да конечно не любой для того чтобы звук перелетел через оркестр и донесся до последних рядов конечно должны быть другие данные но с другой стороны смотри многие же исполнители не будем называть имен некоторые из них даже народные артисты россии которые приходят из большого театра на массового зрителя и вдруг как-то у них голос какой-то вроде и и не такой поют потише да не спешили на конечно в паре их микрофоном же пользуются можно сказать что она похуже поют нет если они пришли все-таки учились петь то вряд ли они будут петь хуже они просто уважают труд звукорежиссера и не мучают зрителя потому что нам помогает микрофон а без микрофона же тоже поют по классике то чтобы в последний зал до последний ряд катения конечно да это обычно в театре где поются оперы либо висят сферические микрофоны либо подзвучка какая-то но как основной ты основное да ну это другие данные конечно почему мы так неожиданно музыки начали говорить ну потому что нас гостях певица и актриса одновременно что всегда наверное помогает а во вторых потому что в октябре отмечается день музыки международный день музыки по что для тебя музыка потому что певица это певица а музыка же это как бы еще все вместе музыка первичного вообще как таковая это космос пифагор это доказал что в науку до этого у пифагора есть аж целое учение об как у доски расскажи дам не зачем есть информационные все но музыка это волны это волны а ну просто чтобы ее написать а чтобы она была гармоничной нужно все таки душевно вступить в какой-то конца рясь да с всевышним с космосом то что себе ну к называю надо и всегда будет побеждать мелодическая вот структура мелодика потому что чем красивее будет мелодия тем она будет проникать больше буду души до душу человека искренние мелодия да ну как вот артемьев тот же самый у него же очень много искренних симфонических мелодий я просто пример но и же же тяжелый рок тяжелый рок нам нас и заставляет не забывать что есть еще и бесики то есть такие уже тоже там иногда одной ногой там стоите тоже где-то такой музыки ну и бывали иногда бывает сейчас литературно стою вот это меня на классическую литературу потянуло перечитываю данте божественную камень о сразу же скажу вернее сразу же чуть позже ну скажу что мы с ирой вместе учились в гитисе это было очень весело перебью да это будет скажи вот кстати ну вот певица да ты умеешь петь ну пой да там старайся тем более что для ирины был такой важный момент жизни это работа в группе браво вот а также умение петь самые разные партии ну скажем так то чем мы говорим разную музыку и вдруг ты пошла в театрально зачем тебе нужен был театральный институт я-то знаю но ты расскажи нашим телезрителям чтобы понять себя чтобы быть пустой чтобы понимать профессию сценическую от и до и у меня эта цель была очень давно еще хотели мечта да да со времен того когда я закончила институт культуры в тамбове по эстрадно-духовому отделению да то есть я стремилась к этому высшему образованию для себя лично первое у меня была цель попасть во в гиг к анатолию ромашину но он погиб и да к сожалению и тогда меня очень долго направляли был такой детектив клуб где собирались старые актеры под руководством юрия никулина и аркадия вайнера и я там познакомилась с борисом бруновым а потом еще и с шароевым непосредственно они меня приглашали в гитис тогда но поступила я уже к другому мастеру другое время другое немножко время да потому что я родила сына и мне надо было немножко посидеть дома естественно я пришла позже и нам коля с тобой повезло у нас были великолепные мастера это народный артист россии юрий михайлов чавшаров просто гениальный мастер и называешь фамилию мастер и сразу к тебе как бы до уважения да тебе даже уже и вторым мастером был замечательный преподаватель и режиссер это родион юрьевич овчинников и мы как-то с колей вот я поделюсь даже спасли наш курс одним единственным номером то что курс нас в принципе был телевизионный но как актеры мы обязаны были там трудиться и заниматься чеховской школой потому что это была методика михаила чехова это была методика юрия михайловича овшарова вот и у нас был номер поверченко русалка когда коля выносил меня на руках я кричала ругательные слова то есть он как студент который и поэт который поймал русалку которая научилась у рыбаков ругаться до верченко там конечно было немного вот но горкалин борисов юрий михайлович овшаров овчинников вообще то есть они под стол закатывались от смеха то есть это был там еще костюм был там еще были коронные просто но возвращаясь к к разговору и в итоге на сегодняшний день ты исходя даже из информационных лент из социальных сетей тебе это помогает то есть ты участвуешь во многих таких проектов и плюс наверно это еще и помогает и в качестве а наставника тоже все очень очень я просто счастлива что я выполнила вот эту программу жизненную что я все-таки стала а закончила вуз стала актрисой могу передать этот опыт и это действительно пользуется спросом что я и не забываю вокальную технику естественно занимаюсь голосом потому что ну а как и без этого но вот кстати голосовые моменты они очень мне меня выручают поскольку у меня академическая изначально была школа то есть не ставили голос как человеку с данными да вот мне позволяет иногда когда меня приглашает консерватория петь и там в рахманиновском зале то есть я могу прозвучить оркестр и выступить это называется профессиональная профессиональная да а вот скажем вечный вопрос опять же возвращаясь к теме хочется петь такой караоке иногда проскакивает в голове вот что значит поставить голос и люди у нас разные бывали в гостях музыкальной педагоги и люди так сказать в профессиональном как как это подходом к делу но наверное любого человека можно научить как-то петь но опять что значит данное что значит поставить голос ну а от природы человеку голос дается каждому свой то понятно раз немножко педагогика у нас будет маленький курс лекции вокальная педагогика то есть голоса одинакового это как вот ладонь руки его ни у кого нет кому-то дается больше кому-то дается меньше кому-то вообще ничего не дается кто-то не знаю кто-то вообще не знает что у него есть голос а у кого-то просто нет слуха но люди которые чувствуют уже после мутационного периода чувствует в себе потенциал и желание в пение и чувствует что они повторяют мелодию перед раз него и и с какого-нибудь певца а если уже человек еще и воспитывался например в семье музыканта так там вообще на это всегда идет направление и упор то конечно человек у которого есть слух он может заниматься вокалом ну естественно в своих природных возможности еще всех или не у всех к сожалению у нас дело все в том что у нас язык слоговый и мы иногда можем балансироваться на одной интонации постоянно разговаривая и это зависание слуховой может очень сильно влиять а вот например в китайском языке там 4 тона а во вьетнамском языке 6 а бурятском 3 это тоновые языки то и у них генетически развит слух больше чем у людей у которых слога к интересу есть тоновые языки нам дают вот это понятие что мы можем двигаться по диапазону в разном ракурсе вот кстати почему у димуша димуша он же тоже там какие-то корни видимо китайские есть это тоновые языки генетически они очень сильно влияют а итальянцы скажем они всегда же певучие были а рядом другие а немцы похуже французы вообще рассказывают стоп смотри фонетически если мы начнем с фонетики у итальянцев каждый каждое слово заканчивается на гласный звук да да они все время когда говорят как будто поют и потом они очень эмоционально южане же то есть и не только уже ну там а немцы маршируют а немцы а немцы просто а у них рацию очень хорошо развита в рациональность вот это да рациональность вот этот дойче орднунг а то есть немецкий порядок который я приводит вообще в музыку в абсолютную гармонию я считаю что ну то есть первая школа конечно у нас получается венецианская да потом венская и потом третья русская вот а русский потому что почему потому что немцы итальянцы научили вот когда его был доступ до семнадцатого года они учили русских петь ведь у нас была своя классика да и есть она начиная с михаила глинки вот сейчас сделаем паузу и напомню что у нас в гостях российская как у меня написаны карате написано во всяких не до википедиях сейчас не знаю можно называть нельзя ну в интернете российская рука певица актриса наиболее известна по своему кратковременному частью группе браво мы должны об этом напомнить нашим телезрителям работе с максимом фадеевым и потому максим фадеевы тоже сейчас как бы такая история и дуэтами с борисом моисеевым и владимиром цветаевым и не только это обо всем поговорим во второй части ирина епифанова моя однокурсница напомню что эта программа открытый диалог и сегодня у меня в гостях моя подруга одногруппница так причем вот так получилось что тебя пригласили без ведома меня что мне особо приятно это был сюрприз сегодня когда мы видели сразу фотографироваться потому что правда мы вместе учились гитисе это театральный институт кто не знает и конечно получили максимум удовольствия почему потому что старались как-то ну-ка на мой взгляд профессионально учиться мы уже работали и нам нужно было и учиться издавать работы и так далее ирина епифанова и вот давай начнем с коротковременного участия в группе браво помимо этого напомню что и ирина у нас ну как понимать разбрава то певица актриса коль закончила театральный институт о чем она в первой части рассказывала и участвовал в разных проектах кстати еще у тебя был этот альбана да много что в жизни я только не пела я не сижу на месте у меня все время все время творческая ну как это сказать приятная творческая мука я все время что-то делаю если какая-то пауза возникает в театральной сфере я занимаюсь музыкой если в театральной сфере нет паузы то есть я занимаюсь этим у меня постоянный творческий вот этот копошение можно так сказать я не могу я не могу останавливать себя я знаю вот эту дурацкую поговорку от каких-то там мужчин типа женщина не может себе сказать стоп и не могу себе сказать стоп потому что это моя жизнь и я творческий человек это мой эгоизм где-то это мой творческий природный темперамент а поэтому я постоянно нахожусь у тебя нет ты не можешь хорошего смысла у вас нет но давайте вспомним группу браво почему сейчас тебе объясню во первых возвращаясь как ты понимаешь я все-таки сейчас в роли такого журналиста хочешь не хочешь есть такие знаковые вещи как кстати собственно и максим фадеев и даже буря моисеев это знак и альбанов знаковые вещи 80-е годы италия извините меня вот часто ты куту не ушел из жизни группа браво которая стала таким но прообразом какой-то новой музыки нового какого-то движения никогда не забуду ну понятно что тебе пришлось много выслушать и всякие и рассказывать об этом много но тем не менее для моего поколения и для твоего браво это браво ты попала туда и почему-то не сладь не срослось или ты сама решила то туда уйти расскажи давай тайну приоткроем же в интернет и лазить все вместе наложилось я была участницей конкурса юрмала 90 вот выдвигались условия со стороны телевидения первого канала выдвигались условия со стороны группы вообще не 1 канала 1 союзного ну да всесоюзного телеканала ну да и конечно естественно происходили терки которую были мне очень сильно неприятны к тому же я молодая девушка наставника у меня не было ну вот так чтобы направить точно ир не надо связываться с телевидением иди в группу браво или например ир у тебя есть деньги иди на телевидении и снимайся ну то есть это элементарные какие-то вещи которые надо было просто объяснить и подсказать естественно у меня были какие-то слезы мучения а потом я уже когда вошла с помощью музыкантов которые и избрала тоже меня приглашали в свои проекты когда я вошла уже в эту систему то мне все в принципе стало понятно но я считаю что это был хороший период хорошая для меня как обучение обучая обучающее формировала репетиционно человека который формируется который понимает который вот сейчас например может где-то объяснить людям да через преподавание педагогику что есть шоу-бизнеса что есть ну какая-то определенная хорошая музыка что я не для всех да и что есть творчество то есть бизнес все-таки где присутствует слово бизнес там деньги вы занимаетесь деньгами все вот я кстати чуть-чуть по про твою работу наставника из вот нашей учебы я помню прекрасно этот момент ну у нас был такой разношерстный коллектив я был не самым лучшим студентом в плане выполнения каких-то заданий на старался вот я тебя привлекала как могла на расхват но я помню как ира репетировала именно музыкальные номера потому что она у нас там и пародию показывал вот и делала это просто великолепно и я помню как-то репетировала мне страшно становилось вот такой чуть-чуть еще человек сейчас что-то с ним случится потому что распевалась ты там дышала как-то какие-то движения делать этого не замечала этого не замечала а со стороны ты вот наблюдаешь это невероятная профессии телезрители не все знают что и для драматического актера ну который профессионал и для уж тем более если еще петь у нас помнишь там еще музыкальный театр был внизу под нами вот это если делать все по правилам это невероятные усилия для организма и это все время физический труд да просто резидически все делала по правилам вот как сегодня когда ты работаешь еще как и наставник вот есть люди талантливые которых надо вот пинка дать под зад чтобы у них получилось а есть может быть люди которые стараются стараются а ты понимаешь что но не дать они бы до стопроцентного желантливые есть и у меня есть студенты очень талантливые даже простите уже там за сравнение вот показывают вот эту передачу что ли какая-то мы вместе что ли я не буду рекламировать но у меня есть намного интереснее студенты и намного гениальнее но они не идут в эту профессию потому что это требует финансовых вложений опять же да все равно реклама стоит дорого ну монасты стоит дорого это знают все а спеть в блоге например да все можно это делать но что-то и вот что-то их останавливать причем очень многие отказываются петь современное не интересно да что за душой может быть ничего или что-то с душой я не знаю но я тоже как-то современную я не я не программист в плане там только слушать ретро хотя там прекрасные мелодии или классика классика тренер и фрага или джаз или классику нет я слушаю современные песни но к сожалению сожалению туда . поставить я тоже иногда бывает этим грешу мне интересно тоже в современном поработать но я понимаю что что то не то в себе вот а по профессионализму вот исполнители которые когда ты как наставник выступаешь ну чека как например хорошо поет на дашь его еще научить профессионально себя поддерживать свой этот инструмент обязательно надо обязательно я вот у меня был какой-то перерыв в жизни ну связаны просто с личными обстоятельствами вот сейчас по утрам встаю прессе качаю да потому что понимаю что выдерживать то надо я же уже тетя я же не 20 девочка убрала я понимаю уже что ну просто так этому не отнесешься что для того чтобы тебе все-таки поддерживать вот этот вокальный тонус ты просто обязан обязан заниматься своей опорой вот и при возможности хожу в зал при возможности хожу на каток ну то есть когда я пишу тебя зошь ну я не совсем зошь я не могу так себя профессиональный зошь можно это еще хуже это вообще надо ложиться в 9 вечера и профессионально заниматься нет я ложусь там часа в два ночи то что не надо почитать это но творческий человек но я дисциплину какую-то уже в себе держу то есть это нет понятно тоже но мы рассказали о том что ты с фадеевым работала с мосеем давай начнем на нас буре мосеева вспомним потому что уже ушел так как то не начались такие люди которые самых разных смыслах кажутся что они всегда есть и ну вот к видный год и пост к видны как сейчас многие как ты скажешь ты тетя я тогда дядя да да и получается что складывается такое ощущение как-то вот редеют ряды а тем более когда ты с человеком выступала с таким новый эпатажные все-таки исполнители вот что это была за работа давай нас сейчас немножечко такой желтый программа а я поняла ну борис меня услышал на гардемаринах эстрады да по-моему и как раз позвал петь классику ему нужно было академическая блок академический такой его шоу борис моисеев его леди и было много выездов мы работали за границей очень много было как были какие-то бизнес круизы были отдельные поездки и были выступления естественно папа по снг тогда туры так называемый называемый я с благодарностью также вспоминаю и бурю царство ему небесное жаль конечно что он так сгорел веселый человек горел он был дико веселый человек это отдельную передачу надо делать со всеми его хохмами и что он бывало вытворял да потому что ваш буря моисеев ваша боречка но по моему сейчас скажу в начале в конце девяностых годов уже я помню к нам пришла алла борисовна пугачева на концерт буря был юбилей она нас всех собрала пригласила в ресторан всех леди борис моисеева и сказала так объявила всем это я рассказываю да вы все молодцы и ручка ты молодец и вот вы тоже буря но я от вас бурю забираю и после этого больше шоу борис моисеев его леди не было и был именно был борис бойс ну значит значит вот ей она его открыла она его сделала да дальше по своему жила да наверное работать как бы с ним из в общем а вам не предложила работу ну у меня тогда только родился ребенок поэтому я как-то спокойно махнула рукой да и кстати после этого сразу пошла в гитис поступать вот как но теперь давай человеке который тоже такой любопытный с точки зрения его открытия как вообще личности и медийной и музыкальной это максим фадеев разные ходили там истории с кем-то он там поругался с кем-то раз кто с кем-то мирился у тебя с ним было да много чего было ну секса не было сразу говорю нет творческая просто вы выручалка было дело все в том что жених авто на конкурс отказался давать песни даже просто что-то писать это был мы с ним познакомились кстати с максимум на конкурсе и я обратилась к максиму чтобы он мне помог и потому что репертуара не было я не знала что мне делать а условия были там срочно надо было сдавать и познакомились с ним на московском отборочном этапе а нет надо когда все уже приехали на все раз на всероссийском отборочном этапе когда это еще в телевидении останки на в этом концертном зале и как-то симпатизировали друг другу я помню что даже к нему кости приезжала у него была очаровательная жена тогда и и уже после конкурса мы с ним получили третью премию на двоих лауреатство с ним стали лауреатами и потом еще немножко посотрудничали но максим вот как раз как относился к этой культуре именно бизнес шоу-бизнеса у его пошел в этом направлении а я как-то больше занималась рок-музыкой и классикой ну то есть такая рок-академическая у меня было было тусовка и я попала в рок-организацию под управлением аванесса мелька пашаева и такая же была еще и у стаса нами на и я там работала по гастролям зарабатывала как исполнитель и срок-концертами уже с командой бывшей командой евгения осина и может быть даже вот я пока вылезаю вот из этого достаточно да но петь надо надо себе просто потому что не чтобы не терять технику и конечно надо заниматься в любом случае потому что к профессии нужно быть готовым условно ирина епифанова прежде всего моя одногруппница вместе учились талантливейший человек к сожалению лишь нас передачи не принято как ну чтобы пели время виду мы не вставляем никакие фрагменты но тем не менее если вы когда-нибудь увидите что-либо связано с ирой при обязательно сходите послушайте вы получите удовольствие потому что она может все спеть все что хотите надо вам не все но почти все но могу и часы эстрады что-нибудь из ретро и что-нибудь из новинга и что-нибудь из рок-н-ролльного да еще есть прическа соответствующие да вот мы поздравляем тебя с днем музыки мы желаем в твоем лице всем музыкантам всем исполнителям всем людям которые вот эти волны превращают волшебные огромное счастье здоровья и музыка нас все-таки лечат во всех смыслах этого слова спасибо что пришла в гости ирина епифанова российская рок певица просто певица академическая певица джаз певица ну и конечно же наставник и актриса все вместе в одном человеке вот молодец всего доброго это была программа открытый диалог с вами был николай пименко до свидания слушайте музыку музыка